В этой части мы с вами продолжаем работу и рассмотрим способ соединения мотивов между собой. Наш первый элемент связан полностью. Для того, чтобы выполнить присоединение второго элемента, мы частично не довязали второй или последний ряд. И при выполнении последнего ряда мы будем присоединяться. Для того, чтобы правильно соединить мотивы между собой, мы должны их сложить изнаночной стороной вовнутрь. Вот таким образом. При этом второй мотив находится сверху. Это мотив, который мы не довязали частично в последнем ряду. Наш первый мотив. Вот арочки из трех воздушных петель, в которые мы будем присоединяться. Во втором нашем элементе мы провязали в общую вершину столбик с одним накидом и выполнили одну воздушную петлю. И теперь для того, чтобы присоединиться, в арочку из трех воздушных петель нашего готового элемента, мы выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее одна воздушная петля и мы продолжаем вязать наш второй элемент. В ту же общую вершинку столбиков предыдущего ряда мы выполняем еще один столбик с одним накидом. Далее две воздушные петли. И теперь мы должны провязать под арочку из десяти воздушных петель шесть столбиков с одним накидом. Провязываем первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затем мы должны выполнить столбик с тремя накидами. Выполнили три накида на крючок. Теперь крючок мы вводим под воздушную петлю нашего готового элемента, который находится между группами из шести столбиков. И провязываем столбик с тремя накидами. Провязали. Далее одна воздушная петля. И в следующую арочку из десяти воздушных нужно провязать снова шесть столбиков с одним накидом. Провязываем. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Посмотрим, что у нас получилось. В углу мы выполнили столбик без накида. И по центру стороны шестиугольника мы присоединились столбиком с тремя накидами. Продолжаем. Пятый. И теперь мы должны по узору выполнить столбик с одним накидом над общей вершинкой столбиков предыдущего ряда. Пятый. Вяжем столбик с одним накидом. Далее одна воздушная петля. И последнее присоединение. В арочку из трех воздушных петель мы, как и в начале, вводим крючок и выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее 1 воздушная петля, мы вяжем по узору столбик с одним накидом, выполняя его также в общую вершинку столбиков предыдущего ряда. Само присоединение мы закончили, нам осталось довязать часть последнего ряда второго элемента. Таким образом выглядит сторона, по которой мы присоединялись. Мы закончили выполнение последнего ряда во втором мотиве и вот как выглядит сторона, по которой мы присоединялись. Мы с вами научились соединять мотивы между собой. И давайте посмотрим, каким образом присоединяется мотив в полотне к нескольким мотивам. То есть сначала мы с вами научились присоединять второй элемент к уже готовому. По одной стороне шестиугольника. Для того, чтобы присоединить четвертый мотив в нашем полотне, по одной стороне мы присоединили точно так же, как и научились ранее. А ко второму мотиву он присоединяется в одной точке под арочку из трех воздушных петель, точно так же, как и здесь. Теперь нам нужно выполнить серединку и заполнить образовавшуюся пустоту. Для выполнения серединки мы должны набрать цепочку из восьми воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И соединяем в кольцо, выполняя соединительную петлю в первую воздушную. Образовалось колечко. Затем выполняем три воздушные петли подъема. И в наше колечко мы должны провязать 23 столбика с одним накидом. Провязываем первый, второй, третий, четвертый. И так до конца ряда всего 23 столбика. Мы выполнили 23 столбика с одним накидом. Заканчиваем ряд, выполняя соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Для начала следующего ряда выполняем одну воздушную петлю подъема. И еще пять воздушных петель по узору. Раз, два, три, четыре, пять. И при выполнении этого ряда, каждая арочка из воздушных петель, которую мы сейчас будем провязывать, присоединяется в нашем полотне. Нашу серединку мы будем присоединять в шести местах уже в готовом полотне. Посмотрим в каких местах. Начнем мы с этой арочки, где у нас элементы между собой соединялись. Это первое место присоединения. Затем второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Приступим к выполнению. Я напомню, что мы выполнили одну воздушную петлю подъема и пять воздушных петель. И теперь первое присоединение в той арочке из трех воздушных петель, куда мы присоединяли уже наш элемент, мы выполняем столбик без накида. Присоединили серединку в первом месте. Далее пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И мы должны выполнить столбик без накида, пропустив три столбика предыдущего ряда. Пропускаем первый, второй, третий. И над следующим выполняем столбик без накида. Выполнили. Снова пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь мы должны присоединить под одну воздушную петлю между группами столбиков. Вводим крючок под эту воздушную петлю и выполняем столбик без накида. Присоединились во втором месте. Снова пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И снова в нашей серединке в предыдущем ряду мы должны пропустить три столбика. Раз, два, три. И в следующем выполнить столбик без накида. Посмотрим, что у нас получилось. С этого места мы начали присоединение. Под арочку из трех воздушных выполнили столбик без накида. Следующее присоединение мы выполнили под одну воздушную петлю. Теперь мы уже будем присоединяться к этому элементу. Точно так же выполним сначала столбик без накида под одну воздушную петлю. А затем под арочку из трех воздушных. Продолжаем. Снова я провязываю пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Очень внимательно. С изнаночной стороны, то есть изнаночной стороны во внутрь сложены наши серединка и наши мотивы. Под одну воздушную петлю, которую я только что показывала, выполняем столбик без накида. Далее снова пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И снова мы пропускаем три столбика предыдущего ряда. Над следующим выполняем столбик без накида. Раз, два, три. Над четвертым выполняем столбик без накида. И снова пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И мы присоединяемся в той же арочке из трех воздушных петель, где наши элементы между собой уже соединялись. Опять-таки повторю, с изнаночной стороны мы вводим крючок под эту арочку и провязываем столбик без накида. Присоединились. Снова пять воздушных петель. Два, три, четыре, пять. И снова мы пропускаем первый, второй, третий. И над четвертым столбиком предыдущего ряда выполняем столбик без накида. Посмотрим, все ли правильно мы сделали. Нашу серединку мы уже присоединили в четырех местах. Хорошо видны эти места. И осталось закончить присоединение, выполнив присоединение под воздушную петлю к этому мотиву. И затем точно такое же присоединение, но уже в другом мотиве. Продолжаем. Выполняем пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И выполняем столбик без накида под воздушную петлю готового мотива. Выполнили, снова пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Снова пропускаем три столбика. Раз, два, три. И над четвертым выполняем столбик без накида. И теперь последний раз нам осталось присоединиться. Выполняем пять воздушных петель. Уже к последнему мотиву. Вот наша воздушная петля, под которую мы должны присоединиться. Вводим крючок и выполняем столбик без накида. И далее пять воздушных петель. И закончить нашу серединку мы должны, выполнив соединительную петлю, воздушную петлю подъема. Работу мы закончили. Ниточку обрезаем. И посмотрим, что у нас получилось. Мы закончили присоединение серединки. Давайте еще раз посмотрим места, в которых мы присоединялись. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и шестое присоединение. Это лицевая часть полотна. Вот таким образом выглядит полотно с изнаночной стороны. Сегодня мы с вами научились вязать красивые ажурные шестиугольные мотивы. Также рассмотрели способ соединения таких мотивов в едином полотне. А также научились заполнять пустоты, выполняя серединки. Очень много ярких, подробных, познавательных и интересных мастер-классов вы сможете найти на нашем сайте shiru.ru Я желаю вам творческих успехов! Продолжение следует... Продолжение следует...